Добрый вечер. У нас, поскольку все в стране вертикальное, начиная от последствий применения Виагры и заканчивая нашей властью, то вполне резонно ожидать, что человек, дорвавшийся до самой вершины, становится руководителем, иногда он, конечно, становится отцом нации и непременно становится очень заботливым персонажем. Регулярно мы слышим и видим, при общении, например, с Путиным, стал один очень достойный человек и спросил, а почему получается так, что, Владимир Владимирович, только вы отвечаете на вопросы, а вот, например, губернатор перед народом. Сразу рисуется картина, как люди приходят к губернатору, которого они не избирали, и говорят, а скажите, пожалуйста, какого хрена? А он так нежно говорит, да вы понимаете, вот не успеваю, вот не могу, но давайте, конечно же, да. Путин ведь, вы помните, как сказал, что идея неплохая, но тоже дал понять, что идите-ка вы все подальше со своими дурацкими вопросами. Я вот к чему говорю. Мы знаем классический портрет любого нашего отечественного руководителя. Не важно, чем он руководит. Бензоколонкой, мусорным ведром, шваброй, письменным столом, министерством. Это человек, который, дорвавшись доверху, моментально забывает о том, что внизу под ним есть целая пирамида. Он помнит об этом только как о прикладном инструменте для решения каких-то задач, но ни в коем случае не отвечает за них, не имеет к ним ни малейшего отношения и, в принципе, не интересуется тем, что происходит этажом ниже. Это как в хорошем спорте. Первое место одно, все рвутся только к нему, и первый не помнит, кто был вторым, а пятый понятия не имеет, кто был восьмым и двенадцатым. Он помнит, кто был до него в Т-4. И вот у нас в Москве масса проблем, естественно, и градостроительных, урбанистических, транспортных, логистических, каких угодно, они благополучно решаются. И на административном верху у нас сидит несколько очень специальных людей, каждый из которых не имеет к этому городу ни малейшего отношения. У нас мэр не имеет к нему никакого отношения, у нас начальник ГАИ не имеет к этому городу никакого отношения, у нас руководитель нашего направления по транспортной связи не имеет никакого отношения к этому городу, У нас руководитель ЖК не имеет ни малейшего отношения к этому городу, причем в основном эти люди все деревенские и родились и сформировались они, получив первичное представление о мире, о том, что такое хорошо и что такое плохо, находясь в деревне. И в данном случае это тот самый очень эклектичный сценарий, когда деревня является словом непозитивным. Есть старая поговорка, известная горожанам, можно вывести девушку из деревни, но невозможно вывести деревню из девушки. То же самое и с мальчиками происходит. Если мальчик родился в селе, то, к сожалению, как его галстуком не повязывай в три наката, как не чистим у ботинки, село в нем останется. И вот это село садится решать вопросы горожан. Оно этим горожанам кто? Никто. Эти горожане им в какой степени интересны, в каком контексте? Ровно до тех пор, пока они не мешают. И решение градостроительных, урбанистических, транспортных задач нашего города, естественно, имеет обязательный информационный рефрен о мерах по дальнейшему улучшению, в связи с необходимостью реализации наших планов, улучшение, реализация, улучшение. Итог чудовищный. Все, что они делают, это либо некомпетентно, либо по злому умыслу, как утверждают злые языки и очевидцы, диверсия, либо просто неумение в принципе подняться над проблемой или позвать специалистов, которых, естественно, много, но их никто никогда не зовет, поскольку самый умный у нас наверху. На улице, на Варшавском шоссе, на выезде из Москвы полгода тому назад открыли эстакаду. Эстакада убрала разворот троллейбусов из левого ряда. То есть поток, Варшавка, она на вылет из Москвы в сторону, по направлению к Туле, это Симферопольское шоссе, и, соответственно, поток идет, и в левый ряд уходит троллейбус, который тормозит собой, поскольку подстрелку, ну, троллейбус довольно большой, забирает левую полосу, и, соответственно, на выезд из Москвы получается всегда какое-то задруднение в движении. Было потрачено порядка 70 миллиардов рублей, построена эстакада, и применена новая градостроительная методика. У нас, ну, по крайней мере, я об этом не знаю, возможно, что раньше где-то это применялось, но на плацдарме Москвы, оккупированной и захваченной, это впервые. Вы подъезжаете к проблемному месту, вы видите эстакаду, и методика в том, знаю ее в том, что вы не можете ей воспользоваться, потому что въезд на эстакаду находится за километр до нее. Это, мягко говоря, непривычно, но это совершенно невероятно, потому что 70 миллиардов вы потратили на то, чем пользоваться не может абсолютно никто. И въезда на эту эстакаду здесь нет. Этот въезд остался за несколько, мягко говоря, часов езды до данной точки, потому что не получается за три секунды быстренько, да я сейчас тут развернусь и поеду, куда мне надо. Нет, ты несколько часов выезжал из Москвы, и теперь уже никуда ты не денешься, и никакая эстакада тебе не светит. Можешь попытаться через разворотные круги МКАДа. Посмотрим, сколько часов любому водителю на это потребуется в решительные мгновения часа пик. Но это же было необходимо. Мы приняли это волевое решение, и мы москвичам, которые нам нахрен не сдались, построили это невероятное сооружение. Мы пустили его в срок, мы так старались. Посмотрите. Правда, почему-то они его не оценили. Методика, тем не менее, была признана блистательной, и сегодня, 29 апреля, эта методика была применена вторично на том же многострадальном Варшавском шоссе. Если на выезде с Варшавки в сторону области проблемным местом были редкие троллейбусы, загораживающие собой подстрелку левый ряд, то на въезде в Москву очень серьезная проблема, которая тормозит абсолютно всю Варшавку на данном участке и часть Симферопольского шоссе, и в том числе часть МКАДа в часы пик. Это светофор левый поворот на улице Янгеля. Москва едет на этом участке ровно до тех пор, пока не упирается в данный светофор. Сейчас реконструкция Варшавского шоссе довольно затратное занятие. Идущие под девизом «Поможем москалям, клятам ездить с ветерком по направлениям, которые им не очень нужны». Строится несколько многоуровневых развязок, но ни там, ни на Янгеля. На Янгеля это первый светофор, это самое проблемное место Варшавки, и именно поэтому здесь не строится ничего. И тем не менее, сегодня, в понедельник, вот этот самый очень неудобный левый поворот, собирающий огромную пробку, благополучно решен как транспортная проблема, как транспортная неприятность. Это вот та самая ситуация, которую они нашли в себе волевое решение разрешить. Они взяли и сняли левый поворот. Вот. Варшавское шоссе на всем своем протяжении, а это порядка двух с половиной километров от МКАДа до левого поворота на Янгеля была накопителем, потому что занимали люди очередь с тем, чтобы повернуть через Янгеля и уехать либо на Кировоградскую, либо на Чертановскую улицу, ну, в зависимости от того, кому куда надо. И этот левый поворот стрелкой своей тормозил, и вот теперь его нет. А что есть? А в этом месте теперь можно проехать с ветерком дальше, потому что сняли самую главную проблему? Нет, ну что вы! Светофор там остался, и Москва, и область, приезжающие туда, точно так же в этом самом месте упирается в ту же самую проблему. Там стоит светофор на пересечении Янгеля, направо поворот там есть, который называется на улицу Рассашанская, и это все тормозит движение из области в Москву. Левый поворот сняли, а остальные потоки, пересекающие с Рассашанки на Янгеля, с Янгеля на Рассашанку, они остались. Поэтому время, которое водители теряют на этом месте, оно сохранилось. То же самое. Но, сколь блистательно удалась эта диверсия! Молодцы! Такая шикарная гадость! И теперь люди стоят час для того, чтобы повернуть налево. И вдруг поясняется, что левой стрелки здесь больше нет, а поворота разрешенного здесь тоже нет. И что они делают? Они едут так, как они привыкли. Они поворачивают налево, подрезая все Варшавское шоссе. Сколько ДТП сегодня с утра было? Ну, по статистике, наверное, ни одного. На самом деле, вот в то время, когда я проходил там мимо, их было уже сразу три. Потому что люди получали, кто в правый борт, кто в зад. И тем не менее, там светофора нет. И это блистательно. А как же теперь по замыслу этих умных, компетентных, очень профессиональных людей, приехавших в Москву, для того, чтобы москалям клятым... Нет, вы напрасно подумали, что жизнь медом не касалась. Наоборот, чтобы она казалась им медом. Как же, по мнению этих профессионалов, там должен теперь разрешаться транспортный парадокс под названием «Поворота нет, а повернуть надо». О, теперь в качестве накопителя есть дублер. Дублер же построили. Дублер Варшавского шоссе от метро Анина, как раз до Рассошанки. Он теперь является накопителем. Пожалуйста, занимайте очередь там и попробуйте повернуть. И когда вы подъезжаете к станции метро Варшавская, к Рассошанке, этот дублер расходится на две части. Прямо вы едете, и выясняется, что вам нельзя налево, туда, куда надо. Потому что вы проспали нужный поворот, вам нужно было повернуть направо в другой карман. И в этот другой карман кто-то все-таки научился теперь более-менее попадать. Я сегодня наблюдал картину, когда там мучился междугородний автобус. Он не влазит на Рассошанку. Рассошанка узкая, а междугородний автобус не помещается. Кого-нибудь предупредили, кому-нибудь рассказали, кому-нибудь сказали, знаете, у нас там будет транспортный коллапс, который мы вам, москалям, клятым наконец-то сделали. Нет, конечно. Есть информационный щит на дистанции 1,3 километра. Вот там написано. Если вам нужно будет через километр 300 метров повернуть налево на Янгеля, вы не сможете этого сделать, потому что вам нужно будет сделать направо. Блистательная, совершенно урбанистическая западня. Молодцы! Для всех тех, кто стоит сейчас в этом проклятом месте на Янгеле, а также для других людей, посетивших Москву в ее минуты роковые оккупации некоренным населением. Давайте поговорим, узнаем, какие проблемы есть, кроме тех, которые вот сегодня, например, меня сильно изумили. Телефон 495, это код города, 6510996. Владимир, здравствуйте, вы у нас сегодня первый. Добрый вечер. Здрасте. Хотел вот как раз по поводу Вашенского шоссе пару раз сказать. Давайте, конечно, конечно. Знаю людей, которые меняли место работы, потому что не хватало у них терпения стоять каждое утро по три часа на этих двух светофоров, на Янгеле и на Братском. Да, но теперь все остальные тоже должны будут оттуда съехать, потому что ситуация стала окончательно невыносимой. И что самое приятное, вот эта реконструкция, это же во благо людей. Мы приняли решение, и вы должны быть счастливы. А то, что у нас получилось коряво, ну, что же делать, ничего страшного. Зато у нас получилось хорошо. Там ведь коллапс только начинается. Они же перепахали все вот это пересечение двух улиц таким образом, что разобраться там нереально. Причем сегодня мы звонили уже в местное ГАИ Южного округа и спросили, а почему вас-то там никого не было? Ну, хотя бы помогли бы людям разобраться, просто для того, чтобы предупредить. Они официально ничего не ответили, а не официально они сказали, ну, что мы там, проспали, ладно, завтра кому-нибудь поставим. Да, наверное, так и было. Да, проспали. Ой, Владимир, давайте про машины. Да, про машину. Вот я приобрел Audi Q3 с хорошим дисконтом. А выбор у меня стоял между X1 BMW и Tiguan в топе. Ну, Q3 у меня не в топе, но сомнения у меня какие-то есть по поводу Tiguan. А мотор у вас какой, кстати, у Q3? Дизель, бензин? Ну, бензин 170 плюс сейчас чип-тюнинг плюс 20 плюс 36 лошадиных сил. 210 получается. Да, это должно резво ехать. Это вполне неплохой такой вариантик. А в чем у вас теперь-то суть проблемы? Вы едете на хорошей машине, у вас позади нереализованные Tiguan и X1, и очень правильно, что вы не взяли тем более X1, и впереди 5 лет безоблачного наслаждения? Ну, как минимум 5. Ну, вот эти вот слова я и хотел услышать. Q3? Спокойно. Вот вы его выбрали, в том числе, скорее всего, в силу материальной привлекательности. Вряд ли вы были в восторге от дизайнерских изысков по салону, например. Вы можете напомнить своей машине так вот на память хотя бы одну удачную дизайнерскую находку в салоне, внутри? Нет, это та же самая A11. Ауди. Ничего, естественно, в ней нет. Да, это машина, которая предназначена не для разглядывания себя, а для разглядывания дороги и дорожной ситуации вокруг. Тоже довольно интересный подход. Я когда на Q3 ездил, поскольку там, в общем-то, ничего не привлекает ни малейшего внимания, очень хорошо был сосредоточен на дороге и на происходящем вокруг меня. По-моему, это тоже плюс. Спасибо, Сергей. Ой, удачи нам с вами. Роман, здравствуйте. Добрый вечер, Сергей. Ну, я так понял, вы осведомлены, что строится на Варшавке. И вот мне очень интересно, уже давно мучает вопрос, а что же там в районе Нагатинской метро делается? То есть по лево-право смотришь, вроде бы это пешеходный переход. Может, на середине дороги там что-то настолько монументальное, что там вообще непонятно. Следующим идет железнодорожный мост от четырех столбиков, а там какие-то фермы стоят металлические. Второе ощущение, что там взлетно-посадочный повод хотят сделать. И второй этаж, как минимум. Ну, что-то типа этого они как раз и строят. Вообще, конкретно о том, что именно они делают, мы узнаем только по факту, когда уже все состоялось. И хотя есть, конечно, некие потуги на то, чтобы обнародовать проекты, вот ни разу еще так не получилось, чтобы где-то кто-то внятно мог заранее сказать, что будет. Вот что-то будет. Но во благо москвичей, вот люди, примчавшиеся сюда в порыве карьерного роста, изо всех сил, конечно же, обожая москвичей, просто, ну, не могут им никак не угодить. Угождаю? Роман, вам тоже, в частности? Вам же нравится? Ну, да. Сейчас в чехнике стою, могу сказать, что я говорю про эстакады, через железнодорожные пути. Я думаю, люди в рыжих жилетах сейчас перегородили все подъезды к ней. Но, тем не менее, голосуют за референдум, кто за, кто против. Против, естественно, больше, потому что доска, где голосуют, она с этой стороны переезда. Попробую бы они с другой стороны, посмотрел бы я расплату голосов в таком случае. А переезд-то по Дии платный будет? Или как? Ну, я не знаю, хоть бы даже и платный, главное, чтобы был. Потому что сейчас швакбаум, и это просто нереальное что-то. Даже Варшавка останавливается из-за того, что Щербинцевцы не могут переездить на ту сторону. А вы едете в саму Щербинку или вы мимо нее дальше? Нет, я в саму Щербинку за переезд. За переезд. Бывают, что ряды переживут общее поле, конечно, но они не просты, когда вот такая погода, как сейчас. Да. А вы помните, у вас же был еще один въезд в Щербинку, кстати, с Симферопольской трассы в районе бензоколонки под эстакадой, который заколотили наглухо в прошлом году, чтобы неповадно было лазить. То есть в Щербинку на одну щель было больше, это не совсем ваш маршрут, но это, тем не менее, было въездом в город. И ее аннулировали, потому что не надо, чтобы люди могли проехать там, где им удобно. Пусть они ездят там, где им предписано. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. По поводу Варшавки я там как бы не езжу, езжу по Ленинградке, 10 лет тоже измучился уже, а 10 лет езжу, 10 лет ее строю. И там каждый раз в районе Войковской это постоянная пробочка. Да. А ведь часть Ленинградки уже сделали бессветофорной, и сколько там теперь удобства людям для того, чтобы перебраться с одного берега Ленинградки на другой берег Ленинградки. Раньше можно было поперек ее проехать, а вот теперь как-то не особо получается. Ну да, согласен. Стройка как бы не заканчивается. светофоров нет, но стройка идет и постоянно какие-то засады там получаются у нас. Да, и главное, что эта вылетная магистраль, которая, как показывает практика, не очень нужна Москве, потому что 58% московского трафика рассчитаны на то, чтобы переехать с правого берега одного шоссе на другой, на левый берег, а не на выезд из города. Но это не мешает людям, приехавшим в Москву и возглавляющим сейчас ключевые позиции, строить нам то, что нужно им, а не горожанам. Ну, почему бы не так? Ну да, но у них какое-то задание, наверное, нас всех выгнать из Москвы, что ли, чтобы они там одни жили, наверное, так получается, чтобы мы не ездили на машину. Чтобы мы не ездили, мы здесь должны быть для какого-то... На самом деле, в целом, ведь Москва, она как полагается, каплей своей отражает ситуацию во всей стране. Люди здесь не нужны, здесь нужен обслуживающий персонал и гастарбайтеры, которые будут, ну, кто-то присматривает за трубой, кто-то присматривает за газовым вентилем, кто-то присматривает за подметанием улиц, а все остальные не нужны. Ведь не зря у нас происходит вот эта вот умышленная диверсия в системе образования. У нас же уничтожается среднее образование не случайно. У нас уничтожается высшее образование не случайно, потому что эти люди не нужны. Нужны другие. Желательно, чтобы приехали киргизы, казахи, очень, кстати, неплохие ребята, они вопросов не задают и много работают. И представьте себе, а здесь мы с вами, москали клятые. Ну и что с нами делать? Во-первых, мы не голосуем за тех, за кого надо. Во-вторых, мы себя ведем странно. В-третьих, мы регулярно задаем неудобные вопросы и при этом ездим на машинах. Компенсация по признаку желтых штанов или синей лампочки или черной машины тонированной или там Мерседесами с охраной. Вот это все потихонечку как раз выстраивается в единую доктрину. Это и называется обустройство жизни. Ну, правда, не в нашу с вами пользу, но так что же делать, что мы лишние на этом празднике? Ну да, совершенно верно. Сергей, у меня такой вот вопросик. У меня сейчас Тигуан 9-го года. 70 тысяч пробег. Как бы машины довольны. Вообще всем устраивать, все и едет хорошо, рулится, и с тормозами у меня нет проблем. Вот как была у вас передачка. Вот, вы счастливый. Все в порядке у вас. Ну да, но хотя он у меня как бы в Калужской сборке, как бы за ним я ничего такого не замечаю. Как бы вы говорите, что как бы наши машины тоже собираются, которые у нас в России как бы более-менее порядочные получаются. Ну, вот видите, ваш опыт подтвердает, что в нашей стране может родиться что-нибудь совершенно замечательное без проблем. Вот ваш Тигуан с 9-го года 70 тысяч. Никаких вопросов. Ну да, да. Как бы-то от ТО до ТО там и все. То есть расходники. Масла, колодки поменял один раз. Больше нет с ним вопросов. И зимой он стоит как бы на улице и заводится. И в 35 он заводился спокойно. То есть не задавал он вопросов мне. Счастливая жизнь. Ну да. Но так как у меня ребенок занимается хоккеем, и вратарь, багажник, вот один минус это багажник. Багажника, можно сказать, нет. Один баул входит и все. И больше ничего. А ворота уже не помещаются. То есть вратарь приезжает на игру, а ворот с собой не берет. Ну да. Но вот решил встал вопрос. Надо что-то побольше. А что вот? Ну остановился на Вольве. В каком? В 90. Но не знаю с каким мотором. Либо с бензиновым, который Т5, либо с дизельным Д5. Вот не знаю. Подскажите мне, пожалуйста. Вот такой. Или вы что-то еще мне предложите. Такое, что может я на что-то посмотрю. Если вы не собираетесь выезжать далеко от Москвы в зону опасной солярки, то вы на дизеле прекрасно отъездите в реале обитания ограниченным МКАДом и Ближним Подмосковьем безо всяких проблем в течение нескольких лет. Потому как здесь у нас все-таки нормальная солярка. Ну иногда уже появляется. Не гарантированно, но довольно часто бывает. А дизель Т5, конечно, он молодцом. Он очень интересно сделан, хорошо работает и этой машине подходит. Но и бензиновая 2.5 Турбо Вольво Хосе 90 очень прилично едет. У нее и расход топлива вполне разумный. И, в общем, коробку не сворачивает. Потому что есть проблема у Вольво, что у нее слабенькая коробка передач, крутящим моментом ее постоянно губит. Поэтому багажник там неплохой. Ну, знаете как, у Тигуана тоже неплохой, у Туарега неплохой. Ну просто цена другая. Ну да, там он в разы, если в топе брать, там он очень такой нарядный получается. Ну, они все... По сравнению с Вольво. Да. Либо вы переходите на машину, например, на полноприводную Шкоду Суперб и получаете грандиозный багажник, но вы чуть-чуть ближе припадаете к земле, а это уже опасно. Ну да, но как бы хотелось, чтобы повыше посидеть. И еще, кстати, есть целый отряд пикапов, тоже московским правительством назло нам запрещенный, ну, по крайней мере, к въезду в Третье транспортное кольцо. Но уж в пикап и ворота поместятся, и еще можно взять приятеля волейболиста. Там он тоже хорошо поместится. Не, ну, опять же, вас слушают долго, я уже долго слушающий, когда у нас там на другой программе были. Как бы там, вы говорите, задние места очень неудобные сзади плохо сидеть. Вот сейчас отмирает, к счастью, это поколение машин с неудобными задними местами, потому что Mazda BT-50 была с тесненькими местами, Nissan NP-300 очень тесный был, ну, и, соответственно, Ford Ranger. Сейчас происходит обновление, Ford Ranger нынешний уже получше, все остальные пикапы уже получше, и в L200 уже нормально, и, кстати, автомобиль полноприводный, позволяющий вам быть королем дороги и бездорожья, это в том числе Pajero Sport. Ну, там могут быть небольшие сервисные трудности, вы же помните. Ну, да, да, я слушал это, я все слушал. Ну, да, это... Причем я вряд ли был первоисточником этой информации, потому как все-таки по телевизору и на всю страну аккуратно смаковали эти подробности, когда дедушка привозит свою машину в сервис, и нечаянно умирает, посмотрев на ценник. А потом вежливо сообщается, ну, а что вы хотели? Ну, износ дедушки был уже выше критического. Какой апгрейд дедушки? Все, машину починить можем, а дедушку нет. Ну, да. Ну, вы знаете, я еще вот как бы не хочу, почему? У меня в Японии не было никогда, в основном были немецкие машины. Так, ну, немцы, а тем более шведы, при нынешнем космополитизме это, конечно, особой роли не играет, но вот вы себе присмотрели уже ХС-90, и ХС-90, это у Вольвы очень неплохая машина. Перерыв на новости. Телефон программы экипаж 6510996, 495, соответственно, это входной пароль на телефонную линию. Андрей, здравствуйте. Алло. Здрасте. Здравствуйте, меня Андрей зовут. У меня вопрос следующий. А вот сейчас езжу на Гольфе 5 2006 года, ну, точнее, 12 месяц 2006 года, вот, и уже думаю его все-таки менять, потому что двигатель 1.6 на ручке, вот, все 6 лет едет отменно, никаких поломок, ничего, но вот хочу все-таки, очень прикипел Гольф, и хочу на Гольф 7 поменять. Логично. Скажите, пожалуйста, как бы интерьер, экстерьер, все как бы очень-очень устраивает, очень даже экстерьер похож на аутюшный, вот, только вот момент такой, читал форумы про коробочку ДСГ, что в 6-м Гольфе она еще до конца проблем не решена, вот, а вот мне, знаете, в 7-м Гольфе вам удалось как-то протестировать или какие-то информации подчеркнуть, что-то решила проблема с коробкой ДСГ, это как бы вот первый вопрос по Гольфу 7, а второй как бы подпунктик, вот этот вот двигатель 1.4 TSI 140 лошадиных сил, он как, он, насколько он надежный, и можно его сделать тоже чип-тюнинг. Андрей, тут идеология фирмы Volkswagen, как и большинства современных фирм, сводится к тому, что облизывать, нежно любить и трепетно прижимать к груди, они готовы первого клиента. Первый клиент, он обычно недолгоиграющий, конечно, есть люди, которые живут за рулем Volkswagen Golf десятилетиями, и вот вы, например, 6 лет отъездили, но в целом европейский клиент, вот он годика 3, например, поездил, и достаточно, за 3 года далеко не все успевают накрутить какой-то вот серьезный, угрожающий ресурсу пробег, но вообще задача стоит так, вот максимум, который должен прожить автомобиль, это 250 тысяч. Это очень хороший максимум, причем, что самое неприятное, теперь эти 250 тысяч закладывают даже в коммерческую технику. Вот всяческие, например, Ford, там, транзиты, они тоже делаются на 250 тысяч, хотя в нашем представлении утилитарном, ну как же, ну миллион, но не меньше. Нет, на 250 сдохнет она, в конце концов, а вы пойдете купить себе новое. О ресурсе DSG, о ресурсе мотора TSI говорить как-то вот очень конкретно не получается, потому что здесь нужна биография каждого отдельного экземпляра. В целом, да, выживает больше 100 тысяч, и если вы слушаете программу нашу регулярно, каждый день, да, то есть многие звонят и говорят, у меня DSG выжил там 150 тысяч без проблем, 160, 170, там на разных машинах, на более тяжелых, на более легких, чем гольфы, и двигатели TSI все меньше и меньше вызывают нареканий, и тем не менее, регулярно есть те, кто наступает на эти грабли, двигатель в древесии, коробка сломалась, личная жизнь накрылась. Ага, ну это получается, как повезет. Именно как повезет, плюс у всех разная эксплуатация. Есть люди, которые покупают ботинки и носят их один месяц, а потом три года донашивают, а есть люди, которые все три года ходят в очень приличной обуви, хотя они одни и те же. И вот сам по себе, немцы поняли, что DSG аппарат хороший, то есть этот прибор удался, но они же не зря до пяти лет гарантию продлили. И не спроста, не спроста, потому что, конечно, косяков много, и сама по себе конструкция довольно неплохая, но люди настолько разные, что многие вот это пограничное состояние стабильности могучим образом и нажатием на педаль и эксплуатации преодолевают, бац, а она сломалась. Люди все разные. Когда ведь DSG, а тем более в сочетании с TSI, выставили в свободную продажу, все прекрасно понимали, что проверили, на полигоне откатали, ресурс понятен, перспективы хорошие, конструкция удачная, и вдруг пошли нарекания. Не бывает так, что непроверенное что-то сунули, проверяли очень долго, взвешивали очень старательно. И с одной стороны был инженерный азарт первыми в мире предложить коробку с двумя сцеплениями. Это совершенно новое. Такого не было. Вот так, чтобы серийно, с двумя сцеплениями, в постоянном зацеплении, когда либо одна передача, либо другая, но всегда что-то включено. Очень хороший ход. Интересно. И мотор 1.4 TSI, он не зря два года подряд был двигатель года. Он не зря признавался лучшим. Вот лучше него ничего не было. Какой у всего этого ресурс? Я знаю таких несчастных людей, у которых TSI накрывались, особенно на Volkswagen, особенно когда они двухтурбовые, на пробеге в 60 тысяч. И у некоторых это происходило в гарантийный срок, а у некоторых уже за пределами гарантийного срока. Соответственно, масштабы трагедии были у всех разные. Но каждый раз, покупая машину, мы ведь не смотрим на прочность телеграфного столба, прикидывая, ну и как? А если я сейчас левой фарой за него? А если я сейчас центральной стойкой в управляемом заносе на скорости 100? Сильно ли меня намотает? А потом МЧСовцы меня будут оттуда ложками выскребать, или сам пойду. И сочетание 1.4 TSI с DSG, оно идеально. Это совершенно другой вариант общения с автомобилем. У вас сейчас надежная 1.6, надежная ручка, вы сели-поехали, и над вами такой еще легкий ореол, знаете, над машиной изо всех сил за вами несется ангел-хранитель, теряющий перья, и ореол настоящего мужика. Потому что настоящий мужик, он управляет сам, он не позволяет какому-то электронному разуму вторгаться в свои решения. И вдруг... Сергей, ну, кстати говоря, года три назад действительно такая мысль была, но с текущими пробками, поскольку я езжу по Москве, уже эта мысль отпала. То есть уже автомат, как бы и все. Хочется, очень-очень хочется. Уже понятно, что это брутальная мужественность, она, если надо, достигается хорошими часами на руке, там, начищенными зубами и хорошей оправой. И сразу понятно, о, тоже крутой. И не надо никому ничего доказывать. Зато удобно, так хорошо. Шнурок на педаль положил и повез. А немцы, когда создавали вот эту пару ТСА и СДСГ, они... Самое главное, над чем они думали, это над экономией топлива. Они самым... самой большой сверхзадачей поставили сэкономить во что бы то ни стало лишний литр. И если вы будете даже в пробках, ну, не торопясь спокойно ехать, у вас очень даже может быть, что будет какое-нибудь значение там парадоксальное типа 6 литров на 100 километров. Ну, вот, кстати говоря, я вчера вот в конце Ленинского есть автосалон, официальный зимний Volkswagen. Вот. Ездил на тест-драве, у них появилась эта машинка именно 140 лошадей. Так. Вот, ну, конечно, меня очень дико впечатлило. Вот, просто, не знаю, такой шин, как будто вот просто до Гольфа, до Гольфа у меня была Audi Avant 1.8 Turbo двигатель 150 лошадей. Тоже неплохо. Ну, честно говоря, даже такое ощущение, что вот этот 1.4 140, он мощней, чем тот двигатель 1.8 турбированный, аудюшный. Но еще такой момент, что сам Гольф, он легче намного, чем Avant. Вот. Может, поэтому показалось. Ну, Андрей, вы на себе на самом деле ощутили, что такое прогресс. И когда у нас в зомбо-ящике всяческие персонажи масштабно бредят и рассказывают что-то про инновации, они не совсем знают, о чем они говорят. А вы вчера постигли, что такое инновации, потому что вы сели на автомобиль, в котором этих инноваций от носа до хвоста. Очень-очень много. Да. Очень, кстати говоря, подкупает, конечно, очень хочется взять все опции. Точнее, вот адаптивный круиз-контроль, к примеру. А навигацию вот эту вот дорогущую, аж за 80 тысяч они предлагают. Ну, навигация не факт, что у них хорошая. Я, честно говоря, не помню, какая у Volkswagen навигация. Discovery Pro. Ну, это ни о чем не говорит. Вопрос в том, насколько корректно она работает, насколько она логична и насколько хорошо она обновляется. Потому что в современных навигаторах, вот особенно в московских, что очень важно, постоянное обновление базы, чтобы вам показывали, где висит тот самый антирадар или тот самый радар-стрелка, который вам выпишет штраф в 100 тысяч рублей через неделю. Это становится немаловажной составляющей, а очень многие фирменные системы как раз этого не приемлют. Они подобные карты не могут себе инсталлировать в мозги. Но правильно, чем больше опций, тем слаще покупка. Когда вы машину нашпигуете до самого потолка, она выйдет за разумный предел бюджета просто раза в три, вы потом скажете, что я наделал, зачем я потратил на это столько, сколько мог потратить на дом? Но зато по езде с каждым пройденным километром счастья будет столько, что да ну нафиг этот дом. Самое главное, что потом не будет обидно, то что, эх, черт, какого черта я не заказал что-то так, какую-то сетюшку. Да, 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 да. И в числе прочего закажите сразу все виды заводской защиты от угона. Ну, в основном, это противоугонка. Ну, там пакет сейфити. Да. И как только страховщики к вам прибегут и скажут, а вы должны еще что-нибудь поставить, посылайте их подальше. Потому как вторжение в этот электронный разум при помощи паяльника и русских кривых рук он всегда выходит боком. Причем сразу по окончании гарантийного срока. Да, кстати говоря, вот на пятом гольфе я ни одному дяде Иване не доверял. Только по официальному дилеру делал и по книжке. Вот как немцы делают. То есть там надо, когда пробег прошел, либо время. И все. И все отлично. Да. И больше никому не доверял пролазить. Знаете, Андрей, вот что-то мне подсказывает, что седьмой гольф в ваших руках не сломается. И ТСА не подведет, и ДСГ не накроется. Ну, может быть. Кстати говоря, опять же, на пятом гольфе, если так вот представить, вот сейчас у меня пробег на данный момент. 92 тысячи я проехал за 6 лет. Я думаю, это немного. Немного. Вот. И, наверное, скорее всего, тогда все-таки ресурсы хватит. На ваш век хватит точно. Поэтому возьмите Ксенон, возьмите все варианты вспомогательных систем, какие только есть. Это будет просто наисчастливейший альянс заботливого хозяина и очень прогрессивного автомобиля. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Дмитрий. Хотел пару слов по теме сказать. Давайте. Подольска. О-о-о. Поэтому мы как раз первыми узнали вот про поворот налево, про... Хлебнули вы сегодня, да, Дмитрий? По полной программе. Не-не-не-не. Мы не ездим по Варшавке давно уже. Мы пользуемся Ясенева. Ну, да, как вариант. К сожалению, на общественном транспорте до работы сейчас получается столько же, сколько и на машине. То есть там два с лишним часа. Но суть не в этом. Сергей, вот хотел вам сказать. Я помню Варшавку еще с тех времен, когда она была узенькой совсем. Вот. Я ездил. Правда, не сам за рулем, но с отцом ездил. И все равно, вот как вы правильно абсолютно сказали, что действительно мы узнаем по факту. Вот эти вот... Вот это вот поворотное эстакадо мы ждали, думали, ну, неужели там что-то революционное придумать, какой-то вот способ вот эту бутылочную горлушку решить. Ну, потом поняли. Обрадовались. С тем, что поворот, да, поворот, вот как вы сказали, там в километре, действительно, ну, вернее, заездный, это окажется на этом. Действительно, так оно и есть. Но в любом случае, вы подумайте, сколько процентов хочет развернуться. Наверное, все-таки не так много. Не так много. А те несчастные, кто, например, заехал в Варшавский центр, они как оттуда выезжают, у них же шансы просто, раньше они могли выехать, а теперь, кто про них подумал? Никто. У них только один вариант. Либо они едут в область, либо они едут на кольцо. Да, согласен Сергей. И вот, как в этой связи, давайте с вами будем все-таки оптимистами. Давайте. Оптимизму нам добавляет то, что, когда открыли парковку рядом с метро, мы все стали поворачивать налево вполне легально через Варшавку и уходить на внутреннее кольцо, на внутренний мкад, не по бабочке, а поворачивая налево и перед парковкой уходя на съезд. И как вот постоянный... Ну, понятно, это может быть не совсем правильно, хотя за это перестали штрафовать и все. Я вам хочу по опыту сказать, что вот нас это сильно обрадовало, то есть это разгрузило колоссально въезд, и у нас сейчас вот примерно проблемы на Варшавке совершенно стали другие. То есть вот раньше пробки в одном месте были, а вот сейчас они переместились, они стали по-другому, и по меньшей мере, даже в самый час пик можно на внутренний мкад ехать без проблем. Раньше это очень сложно было. Вот для тех, кто действительно уходит сразу на мкад, шанс какой-то появился, но вы же, например, для того, чтобы с Варшавки налево-то повернуть, вы же должны какую очередь отстоять, вот перед этой эстакадой? Нет, нет, Сергей, все нормально, нет, нет, проблем никаких. То есть если вас светофором могут обезопасить, потому что когда светофор выключен, на вас же идет поток из Москвы. Это понятно, но, во-первых, гайцы стали включать его на красный, то есть там в последнее время мы заметили, что... Перерыв на новости. Телефон экипажа Сергея Асланина, 65-10-99-6. У нас Владимир на связи. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Сергей. Спасибо, что дождались. На одном из самых волшебных шоссе города Москвы это Щелковка. Да, Щелковка всегда такая, вы же из целой Москвы выезжаете в узенькую-в узенькую дырочку через деревни. Который, видимо, сейчас чем-то там ДТП или чем-то занято, потому что мы за время вашей передачи 50 минут проехали, метров 400. О, выхода. Подходим, километр, наверное, осталось. Быстро двигаетесь, хорошо. Черепахи вас обогнали все? Уже, наверное, стая черепах нас обогнала. Беговых. Как стоящих. Беговых, да. Вот я просто езжу на... У меня еще вопрос по машине. Да, давайте. Не о дорогах. Еду на X35 дизельном на ручке. Мне ручка уже надоела, и я хочу взять какую-нибудь машину маленькую, там, креветочку, не знаю. Пусть это будет бэушный автомобиль, там, допустим, Ford Fusion, но чтобы он был хотя бы с двумя педалями, но не с двумя, потому что за 40 тысяч я уже спалил сцепление на этом автомобиле буквально там за год. Стоит ли рассматривать такую покупку там вот робот, или, либо пусть будет Nissan, но вот какой-нибудь маленький на автомате, я не знаю. Ну, вообще, меня интересовал Ford Fusion, и с этим же участие вот этого робота вообще пробегом где-то будет, но я так предполагаю, что, наверное, тысяч, уже за 60-й, год 2009-й, ну, где-то в районе 330 тысяч, это вот такая сумма. Владимир, на работу ездить, возьмите чисто свое тело, Значит, у Ford'а у него было два варианта, у Fusion, у него есть робот, который идет с 1,4, и автомат, который идет с 1,6. Не берите робот, не берите робот ни в коем случае. Вообще, сам по себе робот, вот эти роботы, они устроены не по такому же принципу, как DSG, хотя много похожего есть. То есть, берется обычная механическая коробка, обычное сцепление, но это сцепление вместо вас выжимает электронный разум при помощи двух электромоторов, и у него, практически у всех конструкций, сцепление находится в постоянном состоянии легкой пробуксовки. Нету роботов, которые бы не накрылись к рубежу в 60 тысяч километров. И не зря вы, например, сказали, что вы уже присматриваете 60-тысячную себе машинку Fusion, потому что их к 60 тысячам обычно сдают. Именно в преддверии совершенно колоссального вторжения, ремонт, технику, паяльник сюда, провода туда, запчасти, ай, спаси меня, отчизна. Что это отказаться? Значит, автомат, да, выбирать, 1,6? 1,6 автомат. И тоже машина по-разному. У меня под наблюдением находится фордик, которого пытались уничтожить у официального дилера. Официальный дилер измывался над машиной как мог, проспал огромное количество чисто заводских неприятностей, но владелец упорный. И вот где-то к рубежу в 60 тысяч по машине появились серьезные замечания, а сейчас у нее где-то, наверное, уже под 200 замечаний нет никаких. И вот этот аппарат на 1,6 с автоматом, вот он и ездит, и ездит, и ездит, и ездит. Бордюры он преодолевает достаточно замечательно. Прыг, скок, никаких проблем. Ну и, собственно... Да, нужен такой автомобиль, чтобы не страшно было его бросить возле метро, если его кто-то притрет или поцарапает, к примеру, или еще что-то там произойдет, или там в пробке его кто-то заденет, чтобы не так было жалко, как этот, этот будет с автомобилем выходного дня, либо там просто жена, какая-то на нем выезжает по нуждам семейным, там с ребенком и так далее. Но, Владимир, если вы хотите себе маленькую такую шныристую машиночку, подходящую под эти параметры, вдруг вам повезет, ну вдруг, но такое иногда бывает, вдруг вам понравится и улыбнется и найдется Сузуки Джи мне? А это я хотел, кстати, месить грязь. Я вам задавал вопрос по поводу Сузуки Джи мне и Таггер в прошлом году, по-моему. Да, было такое. Но вот Джи мне как раз, он вас и по городу провезет, и его поставить возле любой остановки метро или там остановки автобуса не проблема, тем более колеса большие, поэтому вы и на бордюры, если надо, на то, что раньше считалось, с газоном. И едет он хорошо, и места занимает мало. 83 лошади на автомате, да? И замечательно он едет. Я причем на этих 83 лошадях на автомате месил грязь на Волоке выходного дня, и вот эта штука вот совершенно меня не разочаровала. Ну, она, по-моему, не списывается по бюджету, моим параметрам, там надо будет еще поработать. поискать, поработать, посмотреть. И у этой машины, у нее неприятность только в том, что регулярно женщины ошибаются на умильную внешность, полагая, что это хорошая дамская игрушка. Заряжена. Ездить на этом надо уметь, она же заднеприводная. И они ее роняют во втором, третьем, четвертом повороте с таким упоением, что каждая вторая машина на вторичном рынке обязательно имеет с нарушенной геометрией кузова. Потому что блондинки кувыркаются только в путь. есть навыки определения всех этих вопросов, крашеная, не крашеная. Там ребята у меня под моим руководством работали, которые занимались этими вопросами. Так что я думаю, нарваться будет мне, будет самому как бы трудно на такой автомобиле. Кому-то его мне подсунуть. Да. Поэтому смотрите, ведь покупка универсальная. Заходите вы потом на нем месить грязь, фьюжн, этого самого, джимника, его нельзя перегружать. Как только вы пытаетесь на него поставить очень серьезные колеса, которые брутально выходят за параметры. То есть, вот он штатный, на зубастой резине идет хорошо. Защиту поставили, там какие-нибудь пару АРБшников спереди-сзади бампера, лебедку, шноркель, все, хватит. Хватит. Защитили ему пузо и позволили ему барахтаться по грязи. Как только вы начинаете его там лифтовать, делать ему большие колеса, он очень быстро подходит к своему пределу. Машина не случайно имеет такой, казалось бы, слабенький мотор. Потому что... Ну, вторичку не стоит, да, брать такую вот уже, которая там участвовала в этих покатушках, по грязям, там, в хламах и так, и тому подобное. Мало кто из них выбирался на грязь. На вторичке можно его взять, но когда вы его возьмете, просто не пытайтесь его перегружать, сделать из него боевой раллильный аппарат. Не, не, я не буду. Я буду асфальт на нем и снег покорять зимой, там, максимум, неудранные дворы, там, и что-то такое. Вот, спасибо вам за консультацию. Спасибо вам, Алексей, здравствуйте. Алло. Здрасте. Да, здравствуйте, Сергей. Езжу сейчас на Тахе 2006 года. Это вторая машинка, да. Вот, присматриваюсь к Паджеро четвертому бензиновому, 3,8 литра который. Вот, хотелось бы узнать ваше мнение об этом двигателе, потому что слышал, что по нему были какие-то серьезные проблемы с отказами. Конечно, а какой двигатель, не имея серьезных проблем с отказами? Ну, у вас стоит... трехлитровый, который старый, 6G72. Да, тот мотор хороший, но, вот, после вашей V-образной восьмерки, на которой вы ездите, сейчас. Боюсь, что 3,0 вы не оцените. Ну, у меня был как раз спорт в предыдущем кузове, как раз с трехлитровым двигателем. Он, конечно, едет слабенько, мягко говоря, с автоматом. Но, как вторая машина, думаю, что подойдет. Другой вопрос, что, по-моему, сейчас четверка Паджеров, они только арабские с трехлитровыми движками идут. В каком смысле арабские? Самираб. Вы на вторичном рынке его ищете? Ну, в том числе рассматриваю варианты, да. Ну, арабские, конечно, тоже бывают, но у официального дилера пока еще не закончились с трешкой. А, то есть официально трешки тоже поставляли? Да, вот наоборот, у нас сейчас с продаж снимает 3,8, потому что, кроме вас, никто, собственно, не собирался его покупать. А разница вот по энерговооруженности, по тому, как едет машина, в том числе в условиях бездорожья, трешки хватает выше крыши. И трешка реально лучше, реально надежней, реально полезней. Но тут вот не совсем корректное сравнение. Вы на предыдущем спорте, когда ездили, предыдущий спорт, это кардинально другая машина. Вот она совсем другая, и она, соответственно, и ехала по-другому. Нынешний спорт летает, конечно, с большим азартом. Но тут, если у вас нету предубеждения, и переход с V-образной восьмерки Тахи на Паджеро с трешкой... А это не переход, это вторая машина. Ну, знаете, Таха, он так и останется, это, знаете, это любимая машина, которая останется надолго, я так думаю. Ну, вообще, Таху-то продавать, по большому счету, смысла нету никогда. Таха, она одна и надолго, иногда навсегда. А Паджерик 3.0 на автомате с суперселектом очень правильная машина, и 3.8 ему действительно не нужны. Ну, то есть, вы порекомендуете все-таки трешку искать, да? Вот я... Ну, вы как-то странно искать. Пошел, купил, продается. Там полтора миллиона, но главное, что автомат суперселект, то есть суперселект обязательно. Да, да, согласен. Кожа, это уже действительно на вкус и на цвет. Я кожу, например, не понимаю, ну, кто-то ее понимает в отличие от меня. Те, у кого маленькие дети поймут ее очень хорошо. О, знаете, маленькие дети в биографии у каждого из нас, но потом все-таки и они примерзают к этим сиденьям. И детское кресло по ним... Да, хорошо, банан или грушу втоптанное в это сиденье отмывается лучше, согласен. Но холодно и кожа плохая. А вообще, Паджеро хорошая машина, да, действительно. И трешки хватит выше крыши. Спасибо большое. Пожалуйста. Самое главное таху не продавать. Алло, алло, здравствуйте. Алло. Здрасте. Здрасте, Сергей. Слышно вас плохо, но тем не менее вас слышно. Сергей, вопрос больше из области общего автомобилевидения. Так. Вот. Впитал с языками с коллегами по поводу краш-тестов Лады Ларк. Пытался им объяснить, что краш-тест того самого Логана, из которого он был делом, который получал сертификацию по Иерон-Капу, это далеко не то же самое. Это не то же самое. То, соответственно, сам Ларк. Отсюда вопрос. А проходит ли сертифицированную сертификацию вот те машины, которые здесь делаются по образу и подобию? Они должны соответствовать ГОСТу. ГОСТ у нас очень сильно отстает от Еврон-Капа. Поэтому то, что мы называем краш-тестом, мягко говоря, никому не нужен. И у нас пожизненное оправдание. А что вы хотите? Ну и что, что все погибли? Зато ГОСТу соответствует. И наш Ларгус мы бьем сами. У нас есть, соответственно, на Автовазе возможность такая. При этом наши пытаются иногда сымитировать и условия Еврон-Капа никогда в условия Еврон-Капа они не вписываются. И все так говорят, вы знаете, а мы машинку-то нашу по Еврон-Капу приложили. Ну да, там, конечно, не все звезды. Ну нет, но мы же стараемся. И, конечно, Ларгус это абсолютно не то же самое, что Логан. То есть рядом не лежало. Похоже внешне, но силовая структура кузова у них разная, масса у них разная, развесовка у них разная. Соответственно, у них, в принципе, все разное. Кроме передних фар. Понятно. Сергей, если можно, еще один вопрос. Я, так скажем, в некотором роде любитель раритетных автомобилей. Ну как раритетных? Уже могут считаться унтаймерами. Да? Вот. И попала мне в руки сейчас лянча с Дельта-Интеграли и ЧЕС. Ух ты! Ух ты! Попала в ужасном состоянии. Много у меня везет. Вот. Я такие автомобили люблю. Вот. И я попробовал через, собственно, контакты с заводом попробовать добыть на нее оригинальные запчасти, чтобы привезти машину в оригинальное состояние. Ну, завод скончался давным-давно. Ну, собственно, он не то чтобы скончался, он теперь поменял хозяина. Вот. Ну, вроде как, контакты в интернете присутствуют. Но, мягко говоря, был вежливо послан. Да. Итальянцы всегда так делают. Итальянцы такие. У меня, собственно, первый гольфик восстановлен в идеальное заводское состояние. Я был разительно удивлен отношением Volkswagen и вот отношением, собственно, итальянцев ко мне. Ищите, ищите клуб любителей, таких же фанатов, как вы, в Европе, потому что у них есть и запчасти, и есть ходы. Они уже знают, как добывать их. То есть найдите таких же психов, нормальных, вот больных людей, и они помогут вам вылечить. Потому что Лянча Дельта Интеграли это блистательная машина.